Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Уважаемая Татьяна Юрьевна, Альбина Сергеевна, Лариса Валентинна. Спасибо за возможность выступить с такой огромной обширной темой. У меня сегодня всего лишь 10 минут для того, чтобы достаточно поверхностно осветить этот вопрос. Что, простите? Хорошо, замечательно. Я очень стараюсь. По-прежнему. Большая кнопка. Отлично. Спасибо. До этого было две маленькие. Коллеги, начнем сразу с голосования. Сегодня такие будут достаточно простые вопросы. Я думаю, все знают ответ на этот вопрос. Какой гистологический подтип опухоли из невыявленного первичного очага встречается чаще всего? Сразу оговорюсь, в своей презентации, дабы не растягивать опухоль из невыявленного первичного очага, сократила до кап. Cancer of unknown primary site. Аденокарцинома, плоскоклеточная карцинома, недифференцированная опухоль и рак с нейроэндокринной дифференцировкой. Какой встречается чаще всего? Отлично. Все правильно. Так и есть. Все правильно. Ответили всем почти пятерки. Подождите. Да, все. Замечательно. Да. Да, мы справились. Идем дальше. В этом, значит, этой картинкой я хотела показать и процитировать автора рекомендации опухоли из невыявленного первичного очага. Все мы знаем, что лидером в мире является профессор Павлидис. Так вот, он занимается уже 45 лет лечениями опухоли из невыявленного первичного очага. И он до сих пор говорит, что это дилемма, загадка, мистерия. Более того, если хотят проконсультировать с ним какого-то пациента, он никогда не пойдет на обход, если он заранее не ознакомился с документами. То есть доктор занимается этим 45 лет, защитил PHD на эту тему, и он по-прежнему считает, что эта опухоль – это дилемма, загадка, мистерия. Напомню вам, что опухоль из невыявленного первичного очага – это гетерогенная группа метастатических опухолей. Первичный очаг не обнаружен и, по различным данным, от 3 до 5% всех онкологических заболеваний. Хорошая новость, что заболеваемость КАП в настоящее время снижается. В Европе заболеваемость снизилась в два раза, в США заболеваемость снижается на 3,6% ежегодно. С чем это связано? Это связано, прежде всего, с улучшением диагностики, безусловно, иммуногистохимические исследования. В некоторых центрах, например, в центре Гюстава Русси этим пациентам выполняют профилирование генов и, безусловно, визуализация. И также важно заметить, что контроль табакокурения во всем мире также улучшился, в связи с чем также и заболеваемость обухолейного первичного очага снизилась. Биология опухоли, естественно, изучена по-прежнему не до конца. Диссиминация возможна и при отсутствии первичного очага. Классификация. Опухоли из невыльного первичного очага делятся на высоко и умеренно дифференцированные аденокарциномы. Составляют более половины всех случаев низкодифференцированные карциномы. Треть – недифференцированная опухоль. Плоскоклеточный рак и рак с нейроэндокринной дифференцировки менее чем в 5% случаев. Как мы ищем первичную опухоль? Безусловно, мы начинаем с гистологического исследования. Не начинаем, оно входит в основные этапы постановки диагноза. Эндоскопия, визуализация и, безусловно, эндоскопия. Но важно оговориться, я буду об этом говорить чуть дальше, что эндоскопию мы выполняем, как правило, только в случаях, когда есть симптомы заболевания. Есть так называемые панбеклеточные маркеры, которые помогут нам сразу же идентифицировать и разделить опухоли, которые могут быть потенциально полностью излечимы. Это герминогенные опухоли, это лимфомы. Помимо этого, активно используется классика подхода дифференцировки аденокарциномы. Это использование цитокератинов 7 и цитокератин 20. Эти два маркера позволяют нам разделить аденокарциномы на различные подгруппы. И в дальнейшем уже патоморфолог решает, нужны ли какие-то дополнительные моногистохимические обследования, чтобы точно поставить диагноз. Молекулярогенетический анализ. Сейчас это не является рутинной практикой, однако существует несколько панелей, которые позволяют нам идентифицировать и поставить точный диагноз опухоль или невыльность первичного очага. В частности, некоторые системы позволяют нам оценить 39 различных подтипов опухоли из невыльности первичного очага и поставить точный диагноз. Важно помнить, что эндоскопию мы выполняем только при наличии специфических симптомов. Если мы говорим о бронхоскопии, это рентгенологические изменения или наличие симптомов. В колоноскопии при наличии симптомов, опять-таки при наличии рентгенологических лабораторных изменений и так далее. Визуализация. КТ может нам показать 40% точности исследований, МРТ молочных желез. И ПЭТ-КТ, важно сказать, что ПЭТ-КТ по данным НССН 2019 года не является стандартом диагностики опухоли из невыльно-перичного очага, однако в 80-85% случаев может показать опухоль при локализации в голове и шее. Опять-таки, рутинная оценка всех онкомаркеров не показала свою прогностическую значимость. И очень часто повышенные онкомаркеры при опухоли из невыльно-перичного очага могут иметь место быть, но при этом не носить никакой специфический характер. Что нам важно оценить? Нужно оценить ПСА у мужчин с аденокарциномами, метастазами в костях, бета-ХГЧ, альфа-фитопротеин у пациентов с недифференцированной опухоль, ЦА-125, если мы говорим о женщинах с популярной аденокарциномой. Можно сфотографировать, если интересно. Это также табличка есть в ЭСМА, какие мы диагностические процедуры должны сделать пациентам, всем абсолютно пациентам, и пациентам в зависимости от той или иной локализации, например, если мы говорим о аденокарциноме в костях у мужчин. Группы риска, потенциальные две группы риска у этих пациентов. Это пациенты, у которых статус по шкале ЭКОК 0.1, ЛДГ в норме – это 12 месяцев. Средняя медиаванная выживаемость – и всего 4 месяца, когда ЭКОК более 2, ЛДГ повышен, выше нормы. У меня всего осталось 3 минуты, поэтому я быстро пробегусь по подгруппам. Существуют некоторые подгруппы, которыми мы точно не знаем, какой диагноз у пациента, но мы должны предполагать и лечить его так, как мы предполагаем. Например, речь идет о пациентах с аденокарциномом и поражении подмышечных и эпатических узлов. Прежде всего мы думаем о раке молочной железы. Общая выживаемость этих пациенток составляет 72%. Лечить мы должны их согласно стандартам лечения рака молочной железы. Клиническая картина, если она схожа с раком яичников, мы лечим опять-таки пациентов, как при 3-4 стадии рака яичникова. Циторедуктивная операция и химиотерапия. Одна из подгруппы – это плоскоклеточная карцинома, опухоль изновильного первичного очага с вовлечением шейных лимфатических узлов. Опять-таки мы лечим пациентов как опухоль головы и шеи в зависимости от распространенности процесса. Низкодифференцированная эндокринная карцинома, не буду останавливаться, Альбина Сергеевна очень подробно об этом рассказала. Аденокринома КАП с профилем рака толстой кишки мы лечим как опухоль кишки, как колоректальный рак. Голосование номер 2. Необходимо ли ПЭД всем пациентам с опухолью из невыльного первичного очага? Должны ли мы рутинно им всем назначать? Только по показаниям. Что такое ПЭД-КТ? Четвертый? Что такое ПЭД-КТ? Это уже устали. По НССН мы должны стараться пациентам назначать ПЭД-КТ, если опухоль локализована в голове и шее, потому что чувствительность может достигать 85%. Голосование номер 3. Необходима ли оценка всех онкомаркеров при опухоли из невыльного первичного очага? Что такое онкомаркер? У нас другой вопрос стоит. Попробуйте еще раз пролистать. Может, впереди этот вопрос? У нас этого вопроса нет. Что такое онкомаркеры? Не отвечаем. Пожалуйста. Пожалуйста. Потому что у нас идет прямая трансляция. Вдруг нас смотрят не онкологи. Все-таки есть, кто не знает, что такое онкомаркеры. Это я. Да, спасибо. Дальше не буду углубляться более детально. Хотела порекомендовать, что на самом деле мне очень нравится из всех стандартов, которые существуют по опухоли из невыльного первичного очага. Это NCCN. То есть мы смотрим, в каком месте расположена опухоль. Мы смотрим гистологический подтип опухоли. Мы смотрим иммуногистохимический анализ. И дальше уже решаем наподобие, как нам лечить эту опухоль. Если мы говорим о локализованной динокарциноме, например, она расположена в голове и шее, мы будем лечить пациента как при опухолях головы и шеи. Точно так же можно найти алгоритм не только диагностики, но и лечения пациента в зависимости от расположения очага. И вот слайд сам профессор Павлидис, который уже 45 лет лечит опухоли из невыльного первичного очага. И это он заседает на сессии вместе с Татьяной Юрьевной на белых ночах. После доклада, опять-таки, про опухоли из невыльного первичного очага, я думаю, что он уже утомился. Но на самом деле он по-прежнему считает это одной из самых сложных, мистических и загадочных опухолей. И важно заметить, что это именно та опухоль, которая показывает, насколько слаженно работает коллектив и команда того или иного медицинского учреждения. Потому что для того, чтобы нам слаженно лечить опухоль из невыльного первичного очага, мы должны задействовать не только химиотерапевта, хирурга и патоморфолога, но порой мы должны задействовать и молекулярного генетика, для того, чтобы пациент получил наиболее эффективное лечение при опухоли из невыльного первичного очага. Большое спасибо коллеге. Продолжение следует...